здравствуйте друзья вот тут у нас история такая хочу рассказать о недавнем событии в моей жизни я работаю в хорошей иностранной компании то есть где-то человек там по ту сторону границы в иностранной компании и меня все устраивает и вот мне поступило предложение по продвижению по службе в той же отрасли но в другой компании не иностранной и классом ниже отельный бизнес но думаю почему бы и нет я все знаю умею опыт большой пора дерзать я просто рвусь в бой но перед собеседованием необходимо подготовиться я пересмотрела необходимые документы свои заметки и так далее и тут наткнулась на ваше видео о собеседованиях но наш правда про американский рынок ну ладно значит пересмотрела все неоднократно мне очень понравилось все подробно конструктивно интересно даже анекдоты были уместны да в общем вооружилась необходимыми знаниями пошла подкованный должна заметить что на собеседование пошла не сразу сначала я заболела и сказала что не могу явиться затем мне позвонили и сказали что все все в отпусках давайте перенесем встречу нормально все так потом передо мной извинились сказали что начальство выше уже подобрала человек но сучку культурно извинились я уже забыла и вот мне звонят и приглашают опять на собеседование решила сходить на встречи присутствовал не только начальник отдела кадров но и даже собственники собственники в отельном бизнесе окей я человек абсолютно уверенный в себе имея большой опыт в работе все время беседы во время беседы прощупывала их боль да то есть мы мы так учим что вот мол делать от болит чтобы подать себя как того кто забирает твою боль до выдавала все по полной программе меня не просили рассказать о себе спросили почему я хочу уйти с той компанией ведь и так ясно значит продвижение меня как бы устроили допрос как вы делаете то это сколько персонала и так далее но в принципе чем выше позиция на самом деле тем больше как бы необходимости убедиться что человек в состоянии работу делать если позиция там какая-то не в невысокая то что за человек это важнее а так тут конечно уже до профессионально сколько перса в общем ни одного профессионального вопроса я не услышала ну но я думаю что их интересовало вот именно на уровне сколько человек и там и так далее для них этого было достаточно в профессиональный смысл хотели как мне показалось выудить у меня все потому что у них много болей но каково было мое удивление когда на два супер вопроса которые они все-таки мне задали это верно она им задала это наши два супер вопроса определите идеального претендента на эту вакансию да вот как вы видите идеального кандидата это наши вопросы и ваши ожидания от будущего сотрудника уже конкретно да вот да скажем ближайшие там три месяца вот что вы от него хотите в смысле вот этого 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 конкретно по по job description вот как бы расписывается прозвучало где-то тихо нужно проверять работников и все видимо и чарная какая-то работа даже не нужно проверять работников и все михаил что это кто стоит у руля вот откуда у предприятий боль они некомпетентны мне конечно никто не позвонил мой но и я потеряла весь интерес к этой компании соглашаюсь с вами что некоторые действительно не имеют представления как проводить собеседование правда должна заметить что компания наша совдепска и всем и менеджера те же что вы думаете по этому поводу да ну давайте подумаем по этому поводу интересно ну давайте мы поедем я специально встал тут в тенечек чтобы не падал на камеру солнышко не падала поэтому и сейчас развернем и уже двинемся в дорогу значит все таки все таки когда я рассказываю о поиске работы о прохождении интервью мой опыт ограничен с одной стороны тем что это айти с другой стороны тем что это соединенные штаты с третьей стороны тем что это калифорния и кремниевая долина потому что здесь не так все происходит как допустим день в бостоне другая культура немножко поэтому что тут сказать-то но конкретно вопрос вот как вы там определите идеального кандидата это ведь нестандартный вопрос понимаете так же как они вот вас спрашивают вот есть если вы будете книжки читать или видео смотреть есть такая категория вопросов называется тасс интервью квестантов такие сложные трудные трудность этих вопросов в том что непонятно о чем речь толком вот как 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 надо что надо что включить что не включить сколько времени дается и так далее все такое неопределенно и поэтому они тав поэтому люди ходят и и смотрят погуглить хотят и на ютюбе хотят и книжку почитать что это как с этим иметь дело в данном случае что произошло человек приходит на собеседование и вот этот тав интервью квестан задает им понимаете люди которые в положении в котором они задают вопросы вдруг они получают вопрос который из категории тав вот если то спросили какая вилка зарплаты они бы легко ответили если бы спросили там какой там график работы или там какая продолжительность отпуска я не знаю там что там они бы ответили если загран командировки они бы тоже легко ответили но когда человек задает вопрос значит над которым надо думать но тот давайте начнем это отельный бизнес ну хорошо значит присутствуют владельцы я даже так знаете я никогда не видел живьем владельцев российского отельного бизнеса значит первая мысль какая-то может там какие-то деньги где-то отмывают а вот откуда у человека деньги наверно на то чтобы купить отель ну вот вот у нас у нас с вами есть деньги на купить отель а мы с вами все вышли там из советского прошлого значит вот 25 лет назад каждый был нищим вот каким образом у людей есть деньги купить отель соответственно ну и так далее то есть это бы определенная публика даже если это не прямая уголовка значит косвенная какая-то значит взятки откаты там отношения с государством и так далее с крышами и так далее так далее так далее это специфический народ понимаете это не то что от инженеры которые там сидят или там инженерные менеджеры другой народ они по другой части им нужен там какой-то человек вот на менеджерскую позицию допустим да что такое менеджер для них это человек которому сказали он пошел и сделал ну типа грязь на самом деле ну такая повыше грязь чуть-чуть вот потому что он должен там другими как-то я не знаю другими людьми заниматься поэтому это совершенно не то место где мои хохмачки о прохождении интервью где они уместны они имеют смысл там где ты как сказать попадаешь в правильную обстановку я вам другой расскажу пример вот у нас ребята я же всех учу тебя тысячи человек в год учу вот этим там вопросом в онлайне там 500 и здесь 500 на кемпусе и ну и они так как-то значит подкалывают меня что ли или просто смеются я не знаю но вот там пошел там задал день вопрос а ему ответили мне год вот михаил не сработало значит я им говорю там как вы видите идеального кандидата а они говорят а вот читает job description понимаете значит эти люди были не в состоянии ответить на тав интервью question который поступил со стороны интервью и рамова го понимаете они просто облажались ответить на этот вопрос job description абсолютно не описывает идеал это это не вопрос об идеале это вопрос о том что там какие-то вот навыки там какие-то пожелания там и так далее об идеале даже речь не идет в job description может быть написано в два раза больше чем реально нужно чтобы человека нанять понимаете job description может быть абсолютно идиотским документом потому что если человек будет реально соответствовать этому job description например да то его надо было бы вдвое больше денег платить а ему платят там какие-то смешные не знаю там чего вот поэтому job description абсолютно не описание никакого идеала но чем люди не готовы они не в состоянии извилины напрячь с одной стороны с другой стороны и может быть от этого человека вообще ничего не надо вот допустим я задаю этот вопрос кому-то кому вообще ничего не надо ну вот его включили там в цепочку вот он пришел интервьюировать ну сказали вот будешь интервью но он пришел и как ты видишь идеального кандидата это так что подстали от меня все и все вот вот будет самый идеал поэтому здесь конечно владельцы вроде бы и наверное у вас принято там чтобы начальник отдела кадров участвовал у нас начальник отдела кадров в основном оформляет даже не сам начальник но кто там есть то есть задача отдела кадров оформить того человека которого выбрали на эту должность отдел кадров может назначать интервью он может какую техническую такую работу на себя брать но чтобы начальник кадров сидел присутствует на самом интервью даже не знаю про самое такого никогда не было вот я в шести компаниях работал никогда не видел чтобы начальный кадров присутствовал у нас почти каждую у нас каждая неделя по несколько компаний там по 2 по три приходят по 5 бывает на неделю Приходит интервьюировать студентов Никогда не видел, чтобы начальник кадров пришел Один раз Один раз было из компании Какой там, не помню Был человек, один раз И то это был самый первый раз Там надо было поговорить о том, о всем Как мы оформляем, что чего То есть начальник кадров не сильно интересовал Процесс интервьюирования Вот Значит Понимаете У нас женщина пришла с хохмочкой Которую она хотела Значит, отыграть А они не поняли этой хохмочки Они не поняли вашего юмора Понимаете, они не поняли вашего юмора И Я извиняюсь за каламбур Значит, вот я очень люблю Мы его каламбуром А он нас каламбуром Понимаете, получился каламбур-то Не сработал Вот Дело не в том, кто там стоит у руля И дело не в том, что У них боль в этом бизнесе Так сказать, проблемы Которые занимают их мозг Происходит от того, что они некомпетентны Они, может быть, по-своему вполне компетентны Но всякие бизнесы Всякие абсолютно Тем более, когда гостиничные Особенно если Какие-то вот масштабы этого Там не 30 там номеров А может быть там 300 и так далее Всякий бизнес Особенно побольше бизнес У него есть там много всякой боли У него тут проблема, там проблема Здесь проблема, еще какая-то проблема И это не вопрос компетентности Это вопрос того, что в реальном мире Все время что-то происходит Законы меняются Там, например Жалуется кто-то Я не знаю, сезон, не сезон Или там теракт какой-то Люди перестали ехать Понимаете, и так далее То есть там столько всего Господи Отельный бизнес такой Уязвимый временами Знаете, там проблемы Поэтому я не думаю, что боль Происходит от некомпетентности То есть с некомпетентностью Они бы, наверное, уже из бизнеса вышли Вот А они все-таки, наверное, там Денежку зарабатывают Людей нанимают и так далее Вот, поэтому Я бы не стал их судить По компетентности или некомпетентности В смысле, их компетентность Я бы не стал судить По тому, как они ответили на этот вопрос Но, в общем-то Я думаю, что у них просто И не было никакого идеального кандидата Они не рассматривают Этого кандидата как человека Понимаете Они рассматривают его Как некоторую такую единицу В штатном расписании Которая должна взять на себя Какую-то функцию И за пределами этой функции Они его не видят Этого человека Понимаете Вот как-то так получается У нас сейчас Последние годы Знаете, в IT Стали использовать Такое слово Ресурс Словом ресурс Называют людей Вот, значит Есть какие-то Консалтинговые компании Есть какие-то Значит там Я не знаю Люди, которые там Менеджмент проектов делают И так далее И вот человек Который выполняет Вот эту работу Он ресурс Значит там Есть ли у вас такой ресурс Есть ли у вас такой ресурс Еще ресурс И у этого ресурса Спрашивать вот Там Расскажите о себе Да Он говорит А я ресурс Ну в принципе Или там Как ты себя видишь Через пять лет Я говорю Ну таким же ресурсом Как и сейчас Может быть более дорогим Понимаете Как только ты перестал Быть человеком А стал ресурсом Значит так Сразу меняются Правила игры Понимаете Я когда первый раз Услышал про этот ресурс Я очень смеялся А потом мне Со всех сторон Люди там Из разных компаний Из больших компаний Они говорят Да, вот сейчас Так называют ресурс Понимаете как Там где project management Там уже человека нет Там ресурсы пошли Вот Может быть они на вас Смотрят как на ресурс И говорят Вот нас этот ресурс Устраивает Говорят Какой-то беспокойный ресурс Приходит тут Держится слишком уверенно Какие-то вопросы Дурацкие задает Говорит Идеальный кандидат Она вообще Откуда свалилась-то Говорит Не, ну Человек испорченный Там В иностранной компании Работал Может там Что-то у них вообще Шарики за ролики Заходят У них там Вопросы задают Неожиданные Кому ты нужен Со своим вопросом Неожиданным Ну Я думаю Что кроме этого вопроса Значит Может быть Их что-то еще смутило То есть Конечно Мысль была такая Взять человека Который из иностранной компании Который Наверное Какую-то культуру Может принести Так сказать На Ну В этот бизнес Какую-то более Высокого Порядка Может быть Да Более классную Отель Отель более высокого Значит уровня Может быть Она может что-то такое С собой принести Чтобы этот отель Стал как-то лучше Там Может быть Сервис лучше Или что-то Что-то лучше Вот И они Когда разговаривали Они этого не увидели Они этого не поняли Они не увидели Как Как человек Сделает лучше То что они хотят Сделать лучше Или как он Заберет на себя Вот ту боль Которая у них есть Они этого не увидели Вот Может быть Это еще связано Было с тем Что Значит Она приходит И у нее все хорошо Понимаете У нее все хорошо Она где-то работает У нее там Зарплата у нее Она не Как сказать Не лебезит Не трясется Не Не пытается Как-то вот Втереться А так С достоинством Вот может быть То что с достоинством Может быть Тоже проблема Я не знаю Я так Предполагаю Но она Могла произвести Впечатление Человека более Более самоуверенного Чем допустим У них это Принято И Я думаю Что Одна из Разниц Между Скажем Ну вот Человеком Который работает В американском бизнесе И вот как мы работали Скажем В свое время В совке Ты себя по-другому Как-то ведешь Немножко То есть Знаете Мы когда вот интервью Здесь начинали проходить Это было настолько нескромно Она говорит Надо себя хвалить Мы говорим Как же себя хвалить Это же нескромно Вот они должны спросить Там мы должны ответить Тоже скромненько Так ответить Они должны понять Что мы можем это делать Но мы же не можем себя хвалить Я могу это Я могу то Я вот это То Я вот это Как-то очень По-желобски Можно сказать Но культура другая Поэтому Может быть Может быть в этом плане Она поработала В иностранной компании Может быть Это на нее Как-то в этом плане Повлияло Что-то она уверенная Такая ходит Я не знаю Друзья Можно спекулировать До бесконечности Чем она там Не приглянулась Вот Но может быть То что она особо Не была заинтересована Тоже в этой работе Ну пришла Там Ну пришла Ну что там у вас Вот это Вот это А как вы идеально Куда-то видите Ну да Что-то вы не видите Нифига Ну ладно И вот эта Не заинтересованность У нее на лице была Может быть Возможно Может быть они Когда ей Говорят Надо там людей проверять Там Забубнили Вот Может у нее на лице Что-то такое было В этот момент Что они поняли Что у них Нет Общих точек Каких-то То есть Знаете Как в песне поется Мы встретились Без радости Расстанемся Без слез Вот Так что На этой Высокой Художественной ноте Я бы вот И Тему эту завершил Но поскольку Человек переживает И говорит Вот хочу знать Ваше мнение Хочу там Мнение Светланы Тоже на эту тему Вот Не берите в голову Ну просто не берите в голову И все Работаете Все у вас хорошо И работаете на здоровье Промоушен Ну Может быть Ищите в другой Иностранной компании Может быть Там на месте Где вы работаете Какая-то Какая-то движуха Бывает Поэтому Ну Не всякое же интервью Должно Давать нам Работу Особенно Если вы переборчивые Да Вот там из письма же Видно Что она им тоже устроила Как-то интервью Пыталась понять Там Что у них тут Что у них там То есть Как по-взрослому Ну Можно сказать Что она их Дисквалифицировала А не ее Вот собственно И все Не берите в голову Окончание такое В голову не берем Знаем Что мы хорошие И все правильно делаем В следующий раз Когда будете задавать вопрос Про идеального кандидата Будьте поосторожней То есть так Смотрите Чтобы Чтобы правильное место было И люди правильные И так далее Вот а так Все отлично Счастливо Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok